Наталья Бабенко К примеру, в Муринском сельском поселении осталось 200 гектаров земель сельхозназначения. В основном под лэп и неудобия. Поэтому мы поднимаем этот вопрос и будем активно его продвигать. Это изменение статуса поселения, переводы их из сельских в городские, а возможно даже через объединение. Также городской статус может получить и Новодевяткинское сельское поселение. По словам Евгения Домрачева, эти населенные пункты никак не связаны с сельским хозяйством и больше напоминают городские кварталы. Вместе с тем инфраструктура, особенно дорожная, в некоторых районах явно не успевает за новым строительством. Новостройки возводят, а дороги и развязки строить никто не спешит. Если в городе за это все отвечает правительство Санкт-Петербурга и различные органы готовят соответствующие документы, то в области правительство области разрабатывает схему территориального планирования, а дальше генеральные планы, проекты планировок – это все полномочия муниципальных властей. Как говорят в областном стройкомитете, все дело в несогласованности действий муниципальных властей, которые выдают разрешение на строительство с отраслевыми комитетами. Исходя из своих там соображений, они развивают свои поселения, дают разрешение на строительство жилья, а инфраструктура, та, которая была, она и остается. И зачастую не учитываются те возможности финансовые, которые у нас есть по строительству инфраструктуры. Ленинградская область в числе еще нескольких субъектов России практически сразу вступила в новый период передачи полномочий в руки муниципалов, что повлекло за собой хаотичную застройку приграничных территорий. Массовая многоэтажная застройка, неподдержанная инфраструктурно, как транспортная, так и социальная. Мое мнение, он закончился. Закончился с принятием региональных нормативов, более жесткой градостроительной политикой. Новые проекты будут уже согласовываться с учетом возможностей социальной и транспортной инфраструктуры. А вот покупателям жилья в тех комплексах, которые уже строятся или построены, придется смириться с плохой транспортной обстановкой. Денег в бюджете Ленобласти на новые дорожные объекты не так много. Новые дорожные объекты запланированы в Новодевяткино. В частности, будет построена объездная дорога от Пискаревской развязки кольцевой автодороги до выхода на дорогу в сторону Матоксы. Это будет дорога платная. Соответственно, она там некоторым образом разгрузит те районы, которые планируются к стройке. Помимо этого, мы проектируем дорогу также с другой стороны от Девяткино, слева от железнодорожных путей. Однако, пока до конца не решен вопрос строительства развязок на кольцевой автодороге в районе Гражданского проспекта. Сейчас правительство Ленобласти прорабатывает этот вопрос с Министерством транспорта. Скорее всего, платная трасса появится не раньше 2018 года. По проектированию второй дороги в Новодевяткино, мы проектируем сейчас, у нас середина года окончания проектирования, дальше зависит от федералов. Если они выделяют субсидии, мы будем деньги искать у себя. Здесь сроки, но если все пойдет гладко, так же приблизительно к этому периоду. Таким образом, дорожная ситуация в районе Новодевяткино и Мурино должна улучшиться к 2018 году. А вот в другом приграничном с Петербургом микрорайоне Кудрово пока нового дорожного строительства не намечается. Планировалось, что новый жилой массив подключат к городскому метрополитену. К сожалению, по последним событиям город пока отказался проектировать. Соответственно, у нас нет четкого понимания, каким образом транспортно будут обслуживаться эти кварталы. Пока усилия власти Петербурга сосредоточены на строительстве метро в городской черте. К 2018 году должно быть построено как минимум 7 новых станций. Акценты расставлены. В студии была Наталья Бабенко. Акценты расставлены.